Добрый день! В эфире программа «Разворот» в студии Оксаны Антоненко. Добрый день! И Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. Прежде чем мы начнем, представим нашего гостя. По традиции напомню, каналы связи. Во-первых, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Присоединяйтесь, звоните, а также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. А в гостях у нас сегодня глава Ассоциации вещателей Гунта Лидака. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте, наверное, начнем с эпопеи, которая уже не первый день длится, посвященной созданию единого общественного СМИ. Вот на какой стадии находится этот проект сейчас, как вы считаете? Я думаю, что то, что уже в предыдущий раз, когда я в гостях у вас говорила, что дискуссии будут долгими и очень жестокими, это и подтвердилось. И мы сейчас видим, что, конечно, не все так просто, как выглядело в начале, потому что претензий по проекту было очень много. Очень веские претензии были разного рода, поэтому я думаю, что ситуация обострилась только из-за того, что те, которые разрабатывали эту концепцию, ну, скажем, в лице Совета по радиотелевидению, они не учли эти претензии, и сейчас, конечно, ситуация обострилась не только в индустрии, но и в парламенте тоже. А что, какие претензии они не учли? Они не учли очень много претензий, которые были связаны с финансовой стороной, которая очень дорого обходится налогоплательщикам. Это, во-первых. Во-вторых, ну, скажем так, концентрация контроля по содержанию в виде объединения латвийского радиотелевидения, которому противилось латвийское радио. Очень много неучтенных вещей, связанных, скажем, с содержанием по общественному телевидению в основном, потому что с радио более-менее ясно, что они там делают, и какова программа, и что они там вещают. Но на латвийском телевидении эта концепция пока не очень ясна, тем более, что сейчас ситуация обострилась возле единственной культурной программы, которая делала латвийское телевидение 70 грамм культуры, 100 грамм культуры. Единственный такой проект, который, ну, в принципе, должен делать латвийское телевидение. Закрыли, не объяснили народу, почему закрыли. Поэтому, я думаю, что конфликты обостряются очень сильно по очень разным причинам. Так что, я думаю, что мы еще и не то увидим. А где, на ваш взгляд, кроется корень этой проблемы? Потому что, ну, вроде как бы формально со стороны понятно, что идет работа над созданием единого общественного СМИ. Идет годами. Меняются люди, споры нарастают. Теперь мы видим споры внутри ЛТВ, которые не могут определиться, куда ставить культурную передачу. Плюс эти споры приходят в кабинеты СМИ, что совсем, по-моему, ненормально, когда парламентарии обсуждают, в какое эфирное время должна выходить та или иная передача. В чем, на ваш взгляд, корень зла, скажем так? Я думаю, что самая главная проблема, что люди, работающие в общественном СМИ, во-первых, во-вторых, и те, которые надзирают над этим общественным СМИ, в принципе, в лице телевидения, не могут толком объяснить налогоплательщику, зрителю, что же это за телевидение, кому оно нужно. Потому что ситуация с легитимностью общественных телевидений очень плохая во всей Европе. Потому что общественные телевидения теряют, ну, скажем, вес в системе телевидений вообще, потому что коммерческие телевидения очень часто выполняют ту функцию, которую должны выполнять общественные телевидения. И налогоплательщик не понимает, за что же мне платить в этом телевидении, что же я увижу такого уникального, чего я не увижу, например, в коммерческих телевидениях. Поэтому я думаю, что это самая большая проблема. Вторая проблема, конечно, общий кризис, который в Европе сейчас очень сильный. Мы видим, что произошло в Греции, да, они закрыли вообще общественные телевидения, потому что она очень... То есть от греха подальше, да, как говорится? От греха подальше, потому что тратятся очень большие деньги, объяснить никто не может, на что тратиться. И поэтому, ну, конечно, происходят такие радикальные реорганизации. У нас может быть не такая радикальная, но то, что народ не умеет объяснять, ну, скажем так, совет по радио и телевидению не может объяснить, что же нам, налогоплательщикам, предложить такого, это самая, я считаю, большая проблема. Хорошо. Если в Европе не понимают, зачем нужна общественная СМИ, и если в Латвии, насколько я так понимаю, тоже не все могут объяснить, зачем оно нужно, только, может быть, действительно тоже пойти, по примеру, Греции, и все закрыть, и потом основать что-то новое, небольшое, скажем так, экономичное? Я думаю, что это тоже, конечно, вариант, но я думаю, что вряд ли в Латвии поступит так радикально. Мы не такие, ну, не такие, ну, не такой горячей кровью, как греки. Но, в принципе, можно, конечно, дискутировать о модели, хотя бы, например, модели Эстонии, которая очень хорошая модель, в которой маленькое, уникальное общественное телевидение эстонское, которое создает только те проекты, которые не может создать коммерческие СМИ. То есть такая стопроцентная альтернатива, да? Да, стопроцентная то, что необходимо народу, ну, разные программы, там, культурные, познавательные, детские, такой уникальный, очень сильно отделяющийся, отличающийся проект от коммерческих телевидений. И зритель, который включает, он прекрасно понимает, что он там получит, что не получит американских сериалов, что не получит развлекательных шоуфов, но он, может быть, получит что-то поучительное, умное, поучаствует в дискуссиях, в каких-то вещах, которые освещают его жизнь. Поэтому, я думаю, что это тоже модель. То, что обострилась дискуссия как раз в парламенте, думаю, что, ну, об этом говорить. Ну, в принципе, еще я думаю, что одна очень большая проблема была, что очень агрессивно и радикально через Кабинет министров хотели поменять, ну, скажем так, руководство телевидения и получить вроде бы какой-то контроль в общественном телевидении, какие-то группы, ну, скажем, единства. Поэтому тоже это политический мотив, который очень плохо влиял на ту ситуацию, которая сейчас происходит вокруг общественного телевидения. Хорошо, вы бы не могли так от начала и до конца описать ситуацию. Кто за что отвечает в этой сфере? Потому что на данный момент мы видим, как ругаются между собой парламентарии, сотрудники общественного телевидения, сотрудники Национального совета по радио и телевидению. И со стороны, в основном, не очень понятно, кто, собственно говоря, должен эту проблему решать. В принципе, проблему должны были решить новоизбранный совет по радио и телевидению. Но мы видим, что те, которые делегировали их в лице парламента и коалиции, которые создали по своему лицу этот совет, они не могут с ситуацией справиться, потому что... А что значит не могут справиться? Если проблема решает совет, то проблема решает совет. Почему тогда вмешиваются политики? Совет, по мнению политиков, они не могут решить эту проблему, потому что она постоянно стоит на повестке дня. Тем более, что бюджет по новому проекту должен утвердить парламент. Мы знаем, что мы очень сильно зависим от... Общественная СМИ очень сильно зависит от парламентариев и от политики. Поэтому понятно, что если бюджета не будет, не будет и проекта. Поэтому, конечно, коммуницировать придется, приходится. Потому что мы об этом уже предупреждались очень давно, что такое есть. У нас в нашей стране так происходит. Поэтому нечего удивляться, что такое на самом деле и происходит. То есть получается, что общественные СМИ в данный конкретный момент являются инструментом в руках определенных политических групп. Да, да. Кто контролирует сейчас общественность? Ну, в принципе, это вопрос коалиции, потому что они создали совет по... Как мы видим, я уже тоже в прошлый раз говорила, у нас нет оппозиции. Оппозиция не представлена в Совете по радиотелевидению, потому что изменили закон и лишили возможности участия оппозиции в Совете по радиотелевидению. Поэтому, конечно, ответственность на себя должна брать, в принципе, коалиция, которая избрала тех или иных членов Совета по радиотелевидению. Почему, на ваш взгляд, тогда ВИЦУ Латвия ТБДННЛ заблокировали проект общественного СМИ? Потому что я считаю, что есть конфликт внутри, поскольку председатель комиссии по правам человека, представитель ДННЛ, да, получается? Госпожа Мурница, да. Госпожа Мурница. Она, у нее отличаются очень сильно взгляды от руководителей Совета по радиотелевидению, Димонта, которых выдвинула Вену Атыб, поэтому, единство, да. Поэтому я думаю, что конфликт внутри очень сильный и в плане того, что очень сильно различается мнение по тому, как развивать общественное телевидение дальше. Потому что ДННЛ поддерживает мнение, что не нужно объединять латвийское радио и латвийское телевидение, потому что это может повлиять на ситуацию латвийского радио, которое более-менее соответствует тем или другим правилам общественного СМИ. И Авиан Атыб очень активно хотела этого в лице Кабинета министров, Сармей Теллер, Валдс Домброскис. Они очень сильно пытались этот проект протянуть, чтобы его быстро подтолкнуть, на что. Димонс тоже откликнулся, очень активно начал это делать, но видя, что столько много проблем в этом проекте, которые были не участины, конечно, все логичные люди понимают, что это невозможно сделать, и поэтому вот получилось то, что получилось. Но то, что регуляция, контроль над общественными СМИ очень сильная везде в Европе, это ничего, это не новое, не только у нас, в других странах тоже. Но это есть такая традиция нашей страны, поскольку мы живем в парламентской стране, у нас так выбирается совет, поэтому это надо учитывать. А вот вам не кажется, что в данном конкретном случае латвийская демократия превращается в бардак? Ну, я думаю, что да, в определенном... Я могу поддержать ваше мнение в этом плане, потому что сейчас, конечно, очень сложно, потому что нет даже вот такого, нет анализа ситуации, потому что невозможно, поскольку у нас нет вот этого демократического подхода в Совете по радио Тельвине, потому что нет оппозиции, и никто не может... И вот эта оппозиция сейчас превращается в коалиции уже, что они с друг другом борются, потому что некому помочь им в этом плане. Поэтому я думаю, что они немножко подорвали, скажем, основы демократии, избирая так Совет по радио и телевидению. Так что можно так и сказать, да. На ваш взгляд, как ситуация будет развиваться в дальнейшем? Я так понимаю, что сейчас концепция находится на очередной дополнительной оценке как у коалиционных партий, так и у некоторых министерств. Что дальше? Ну, это зависит от, конечно, в большом зависит от политической воли тех или других политиков и их заинтересованности, ну, скажем, в продвижении проекта. Да, ну, поскольку мы видим, что очень открыто в продвижении проекта до сих пор были заинтересованы только единства, и тоже сейчас у них уже отличается это мнение, потому что мы видим, с одной стороны, экономить, экономить, экономить всей стране, а вдруг на проект общественного телевидения выделяется 150 миллионов лад, что абсолютно не соответствует той ситуации, в которой находится экономически наша страна. Я думаю, что решение очень непопулярное. Поэтому я думаю, что это еще долго будет дискутироваться, потому что, ну, так быстро это не решится. То есть, насколько я понимаю, телезрителям и радиослушателям, которые потребляют такой продукт, как общественное телевидение, а также сотрудникам общественного телевидения и общественного радио, ну, надо ждать, придется ждать, пока единство не найдет какой-то общий язык между собой и заодно с нацблоком. Да, так оно и есть. Но с тем временем коммерческие телевидения становятся самыми популярными в Латвии, и в латвийском телевидении будет очень трудно объяснить, зачем оно работает. А попробуем сделать это после новостей и рекламы. Сейчас прервемся. Гунта Лидека, глава Ассоциации вещателей, гость нашей студии сегодня. Не переключайте, мы скоро вернемся. Ну, мы продолжаем эту программу «Разворот». В студии работает Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копейн. В гостях у нас сегодня глава Ассоциации вещателей Гунта Лидека. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте, да. А я напомню, телефоны прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9. А также не забывайте, что у нас работает видеочат на портале mixnews.lv. Хорошо, Гунта, как вы считаете, насколько может быть общественная СМИ конкурентно способна по сравнению с коммерческими теле- и радиоканалами? Я уже неоднократно говорила, что, в принципе, если общественное телевидение тянется в борьбу за рейтинги, то они, конечно, проиграют. Они должны делать свой уникальный продукт, и я на этом стою. И я считаю, что только в том случае они могут получить свою уникальную аудиторию и выиграть. Потому что, ну, скажем, по традиции, латвийское телевидение никогда не умело продавать свой продукт. Они очень и очень неактивны были на рекламном рынке. И, ну, скажем так, подтягиваться под коммерческие продукты, конечно, у них нет этой практики. И я думаю, что это им не нужно. Но, конечно, бороться можно, как все борются. Но я думаю, что это не функция общественного телевидения. Как в таком случае оцениваете состояние коммерческой части латвийского телевидения? Я могу сказать, что последние данные показывают, что первые три самых популярных канала в Латвии – это ТВ-3, ЛНТ и первый балтийский канал. Так что эти цифры говорят сами за себя, потому что по аудиториям это самые, ну, те смотребельные каналы. Поэтому латвийскому телевидению очень придется побороться. И тем более, что мы видим, что при деньгах, при государственной субсидии и при участии на рынке латвийское телевидение не может сделать продукт лучше, чтобы выиграть в этой конкуренции. Значит, понятно, что этого делать не стоит. А в чем проблема, на ваш взгляд? Журналисты неконкурентоспособные, которые работают на ЛТВ? Нет, я считаю, что там очень много талантливых людей. Там есть хорошие идеи и вещи. Но до сих пор никто не предложил, ну, скажем так, концепцию, которую можно вообще… Латвийское телевидение всегда борется за деньги, но только не за деньги. В содержании, а за деньги в строительстве, в технологиях, в чем угодно, только не по содержанию. И никто не может, скажем так, если BBC в Англии делает, ну, большую-большую книгу, то, что они будут там делать и вещать на общественном телевидении, то у нас, конечно, этого нет. Мы не видим этого предложения, поэтому я думаю, и это проблема, что это все происходит очень хаотично. В последний момент вдруг увидели, что будет Европа, там увидели то, начинают быстро-быстро что-то творить и делать, потому что денег нет, вдруг дают эти деньги, потому что получают на популяризацию евро. Это, конечно, не системно, потому что нет вот этой системности в работе в долгий срок, телевидение может работать в долгосрок. И поэтому это самая, я думаю, большая проблема у них. А имеет ли, на Ваш взгляд, сейчас смысл вкладывать в развитие телевидения в принципе, учитывая, что молодежь уже, в принципе, больше интернетом пользуется, скажем так, более старшее поколение тоже постепенно переходит в интернет, в виртуальную среду и так далее? Я думаю, что какое-то пространство информационное государство должно удержать при себе, потому что мы знаем, что в коммерческой среде очень многое зависит от акционеров всего, но у нас проблема в том, что нужно определенное количество продуктов, чтобы люди могли получить, скажем так, объективную информацию, там, в новостях, там, еще в чем-то. Но общественность – это не государственность. Да, но это, ну, тоже, да, нет, у нас, в принципе, государственное. И как бы мы ни хотели это называть, но у нас государственное телевидение. А насколько в таком случае продукт может быть объективным? Вот это тоже хороший вопрос, потому что объективность, конечно, в большом зависит от журналистов, которые работают в службах новостей. Я бы не хотела сказать, что они там не очень объективные, но они очень самоцензурные, потому что это долгое мучение с политиками, конечно, влияет на психику журналистов тоже, да, поэтому что там работает уже определенного склада люди, которые, ну, готовы там как-то приспособиться. Но, в принципе, в принципе, я думаю, что, вот, я тоже еще, как я и говорила, что я считаю, что вот эстонская модель, конечно, была бы очень хорошая для нас и недорого. То есть, получается, что упреки, которые часто латвийские политики высказывают в адрес российских средств массовой информации, в частности Первого канала, можно с таким же успехом отнести и к людям, которые работают на Алтаву? Да, то же самое, потому что, ну, мы знаем, что истина старая, как мир, что всегда политики хотели влиять на СМИ в любом возможном виде. Поэтому, вот эта взаимосвязь, вот это противостояние, оно постоянно было, и в каких-то определенных ситуациях она, ну, скажем так, влияет в ту или в другую сторону. Мы это видим вот сейчас по отношению к общественному телевидению или к государственному телевидению. ЛТВ и Латвийское радио интересует русскоязычную аудиторию? Я думаю, что радио, да, потому что радио создает проекты на русском языке. Латвийское телевидение, я думаю, что нет. А почему такая разница между радио и телевидением? Потому что радио, конечно, ну, скажем так, количество частот побольше, это тоже, ну, дает возможность им что-то делать, и они, и у них, ну, то, что... Это тоже зависит очень сильно от политики руководства, которая работает на радио или телевидении и подчиняется тем или другим веяниям. Потому что очень интересно, если мы смотрим, скажем, концепцию развития латвийского телевидения и латвийского радио, то мы видим, что, например, говорят, что русский может смотреть все на латвийском по отношению к телевидению, а радио почему-то вещает на русском. Потому что, хотя, скажем, ну, фактология-то одна к обеим, да, и вот это тоже очень странно, но я думаю, что здесь очень большая, ну, скажем, доля активности руководителя латвийского радио, которая, ну, пытается объективно смотреть на ситуацию. Потому что понятно, что коммуницировать придется, и нужно коммуницировать, и потом нельзя упрекать те коммерческие каналы, которые вещают на русском, что они дают какую-то свою информацию, если государство не готово общаться, скажем, с русским населением, да? Хорошо, но с коммерческой точки зрения, ведь менеджмент того же латвийского телевидения должен прекрасно понимать, раз уж они участвуют на рекламном рынке, то русский сегмент – это тоже рекламный рынок, и тоже может привлекать рекламодателей, соответственно, деньги для развития того же латвийского телевидения. Почему не развивать этот русский сегмент, если он может приносить деньги? Ну, мы видим, что у нас же была политика интеграции русских в Латвии, поэтому мы знаем, какие установки были по этому поводу, и если есть такие установки, конечно, это влияет на политику телевидения. Но политика – политика, бизнес – бизнесом. Ну, нет, ну, на общественном телевидении это не работает, там политика очень сильно влияет, ну, скажем, установки, как должно развиваться общественное мнение, конечно, очень тесно связано. С тем политическим курсом, который сейчас представляет те или иные политики, которые избирают этих руководителей в Совет. На ваш взгляд, ситуация с интеграцией, скажем так, основным видением, которое вещает наше правительство относительно того, как эта интеграция должна проходить, как-то меняется в последнее время? Может быть, можно ожидать каких-то перемен и на уровне общественной телевидения в таком случае? Я думаю, что проблема в том, что у нас не делается, скажем так, исследование по этому поводу, потому что очень многие исследования, ну, скажем, по аудиториям, что кто смотрит, очень конкретно показывает, что русская аудитория, ну, определенный процент русской аудитории никогда не будет смотреть телевидение на латышском. Почему это не учитывается, я не знаю, но объективно, конечно, это так. Поэтому, ну, слава Богу, это дает возможность развиваться тем или другим каналам телевизионным на русском, коммерческим. 672-12-99 и 672-13-99, телефоны прямого эфира, глава Ассоциации вещателей, Гунта Лидока, гость нашей студии. Сегодня примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Вот насчет того, что русские не смотрят латышские каналы, да? Да. Знаете, хочу сказать свой комментарий. В принципе, если, я бы сказал так, что, в принципе, даже русские много чиряют, потому, несмотря канала, потому что в последнее время я вот довольно много чего интересного там стал замечать. И вплоть до того, что, например, ночь после выборов, да, мне было гораздо интереснее смотреть передачу по ЛТВ-1, вот когда пара вот Инга, по-моему, и еще мужчин. Инга Спринга там, да, да. Да, значительно, ну, просто шикарный этот вечер в сравнении с другими передачами, каналами и на тех же русских языках. То есть я просто не мог дождаться этой рекламы, когда буду смотреть дальше, честное слово. Спасибо. Но, кстати, следует отметить, что предвыборные дебаты по ЛТВ-7 транслировались с переводом на русский язык. То есть получается, что определенные жесты все-таки какие-то делают в отношении русскоязычной аудитории. Ну, потому что выбор, конечно, это святое, потому что политикам все-таки нужно получить как много больше избирателей. Поэтому я думаю, да, что... То есть здесь прагматизм все-таки побеждает в какие-то моменты? Да, сработал, да. Но это не тенденция, вы считаете? Не тенденция, нет. Давайте еще один звонок примем. Добрый день. Мне, конечно, я хотела... Ой, я. Добрый день. Да. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Я хотела сказать, что вообще-то в наше время уже ТВ не так актуально, потому что там через каждые 15 минут идут коммерческие рекламы, и легче слушать радио, и воспринимать информацию по радио. Если сейчас совместят вот эти коммерческие, ну как, телевидение и радио, да, такое ощущение, что мы скоро будем слушать «Голос Америки» опять. Спасибо. Нет, но я полагаю, что этого не случится, потому что латвийское радио очень сильно стоит на своих позициях, что они создают свой уникальный контент, и у них есть поддержка определенная. И я думаю, что этого не случится. То, что слушательница говорила по поводу, что телевидение теряет аудитории, это верно, но я хотела сказать то, что, может быть, не телевидение, но вот сейчас трансформация телевидения переходит на то, что они создают содержание, которое можно увидеть, услышать, посмотреть в любых технологических платформах. Это и интернет, и мобильный телефон, и прямо в эфире, и через какое-то время, поэтому, конечно, меняется, ну, скажем так, традиция смотреть ту или другую видеопрограмму или аудиовизуальное содержание, которое производит то или другое телевидение, или, может быть, даже продюсерская группа. Просто меняется очень сильно, радикально меняется вот этот метод, как смотрит телевидение. Но, в принципе, да, верно говорить, что очень сильно меняется все. Еще один звонок примем. Добрый день. Здравствуйте. Я тут у вас, предыдущий слушатель, звонил, рассказывал про свой опыт грязи ЛТВ. Вот я тоже хочу рассказать. Позапрошлый раз я включил ЛТВ, посмотрел прекраснейший новогодний огонек в стиле середины 80-х. У этого мне хватило сделать паузу на несколько месяцев, чтобы, ну, как бы переварить это зрелище. В следующий раз я посмотрел на 9 мая включил, вот, ну, для интереса посмотреть, что что ЛТВ покажет. И показала в историю легионера, который вот 16 марта возглагал цветы памятку свободы. Тоже отличное зрелище. Поэтому, как бы, как ЛТВ был рупором пропаганды, так и остался, причем некачественным и идиотским. А у меня вопрос еще эксперту, вот, уважаемый эксперт, объясните, почему ЛТВ-3 стал в последнее время рупором единства и в Латвии ТБ ДННЛ. Вы не замечали вот этого обстоятельства, что ЛТВ-3 совершенно ушел в эту поляну, совершенно поддерживает определенных политиков, совершенно ругает других. И это очень ярко и очевидно. Благодарю. Да, вот здесь спасибо за вопрос. И, во-первых, я хотела вот по традиции смотреть или не смотреть, что самое уникальное. Мы видим, что русский зритель смотрит на латышском, может смотреть на латышском, но та, но то, скажем так, ну, интерпретация, да, интерпретация того или другого продукта, который делает латышская, латышские СМИ и русские, очень сильно отличается. Это, конечно, не способствует, ну, чтобы смотреть латвийские телевидения, потому что взгляды на ту или на другую ситуацию очень сильно различаются. Ну, по качеству новогодней программы это другой вопрос, конечно, но таково оно было, да. Я думаю, что я даже переключилась на российский канал и не смотрела это, да. Но, тем не менее, если это отмечить, то тогда в это было вложено действительно достаточно много денег, более 100 тысяч латышей. Ну, вот это тоже самый вопрос на предыдущий, о котором мы уже говорили. По ТВ-3, я думаю, что очень хорошо, что зрители смотрят тот или другой коммерческий канал с тем или другим отношением. Скажем так, что отношение ТВ-3, ну, постоянно было, ну, чисто идеологически похоже с тем, что делает единство. Но есть и ЛНТ, который тоже принадлежит МТГ групп, да, у которых мнение отличается. Поэтому, в принципе, ну, есть определенная аудитория с традицией, которая вот то же самое, что ваш радиослушатель сказал, что я не могу вот это смотреть, потому что, ну, я посмотрела 9 мая, потому что это мне не понравилось, да. А есть определенная аудитория, которым нравится, скажем, та позиция. И самое важное, чтобы были очень много разных позиций, если вот, если у ЛНТ отличается позиция, это здорово. Самое страшное было, если бы эти позиции не отличались. Тогда мы, конечно, потеряли бы, ну, скажем так, формат мышления, что вот есть только одно мнение. Вот это вот, конечно, надо бояться, да. А как насчет позиции общественных СМИ, здесь какая должна быть позиция, учитывая, что кормят их, в общем-то, все налогоплательщики? И позиция, конечно, должна быть общественного телевидения, которому у нас нет, то, что мы говорили, у нас чисто телевидение государственное, связанное взглядами коалиции. Поэтому, как только будет меняться коалиция, будет меняться взгляд локтейского телевидения, я полагаю. Давайте еще звонок примем. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Знаете, какая вещь? Так ведь не может быть общественного телевидения, если нет, ну, я бы сказал, единого общества или единого взгляда на проблемы общества. Спасибо. Кстати, возможно ли общественное телевидение в обществе, которое де-факто является расколотым по этническому принципу? Очень хороший вопрос и очень хорошая мысль по поводу того, что можно ли, но, в принципе, такова должна бы быть цель общественного телевидения, чтобы вот то, что мы говорим об интеграции всем, мы, в принципе, должны делать все, чтобы общественное телевидение общалось с жителями страны, чтобы способствовало каким-то все-таки сближению и, ну, тому, что мы живем в одном государстве. У нас есть общий государственный интерес, мы все, ну, в принципе, нам неравнодушны, что происходит в этой стране, хотя у нас очень сильно отличается мнение. Но, конечно, плохо то, что у нас не представлены все эти группы, группы населения, ну, вот эта коммуникация со всеми группами, вот это самое страшное, конечно, в общественном телевидении. Я думаю, что, в принципе, латвийское телевидение должно было стараться это делать, чтобы общаться со всеми группами. Что касается коммерческого местного русскоязычного вещания, на ваш взгляд, что можно сказать об этом сегменте? Ну, мы видим то же самое, что уже слушатель говорил, что одним не нравится, что вещает первый Балтийский, другому не нравится, что вещает ТВ-3, потому что, как мы говорим, общество расколов, но, слава богу, что у нас есть для каждого населения, каждой группы интересов что-то посмотреть, потому что себя успокоить, что здорово. Но я считаю, что у нас с русским вещанием хорошо, слава богу, что у нас есть коммерческие каналы, они отличаются тоже в своих мнениях. Мы видим, работают коллеги ваши очень усердно и на Первом Балтийском, и на ТВ-5, и сейчас и в РЕН-ТВ работают. Так что, я думаю, что русское вещание, слава богу, через коммерческие каналы представлено, да, но я считаю, что, конечно, это должно делать и общественное телевидение. Давайте еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы вот что сказать. Да, общественное телевидение, конечно, хорошо, и даже вот в России, когда мы знаем там оппозиции, протесты, да, то есть там о нем говорят даже там, где, в принципе, президент и Дума якобы выбирается с большинством. Но поймите, у нас смотреть латвийское телевидение просто невозможно. Как можно смотреть спорт, который там транслируется по нашим каналам, когда его транслируют в формате 4 в 3? Ну, квадратики, ну, невозможно. Качество ужасное картинки, потому что у всех телевизоры большие, современные, а нам показывают вот такое. То есть поэтому приходится смотреть те же российские каналы напрямую, которые вещают в формате высокой четкости, в HD, хотя бы в 16 на 9, пускай даже не высокая четкость, но приятно смотреть. А смотреть толстячков, которые сжимают наши телевизоры, ну, просто не ужасно. Спасибо большое. Спасибо. Кстати, да, это такой резонный вопрос. Почему ЛТВ и качество картинки на ЛТВ настолько ужасно? Вот при тех бюджетах, которые они имеют. Наверное, это нужно спрашивать руководителей латвийского телевидения, почему качество такое плохое, потому что все время закупаются какие-то технологии, техники, и постоянно что-то новое появляется. Но я думаю, что это тоже вот эта несистемность, не развитие в долгосрок, которое мешает вообще телевидению работать, ну, скажем так, гармонично, нормально, создавать что-то такое в долгосрок и такое нужное для нашего общества. Поэтому я думаю, что это, конечно, вопросы решаемые, потому что технологические вопросы – это не самое страшное. Но это нужно спрашивать, конечно, руководство латвийского телевидения. Я не смогу по технологиям ответить, почему они именно так делают. Но, конечно, мы тоже возмущаемся, что тратятся очень большие деньги на это, но результата нет. Давайте еще звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Алло, добрый день. Скажите, а почему нет на телевидении? У нас же такая явная и серьезная в стране проблема, как вообще нет экономики, в принципе, нет ее. Почему нет программы о труде, о людях, которые работают, добиваются что-то трудом? Вот реально о героях труда, которые выбиваются, добиваются, и чтобы развивать вот эту вот работу, чтобы люди работали и развивали страну. Спасибо. А передовика? Нет, не только о передовиках. Есть на латвийском телевидении. Есть такая программа «Латвия ВАР». Ну, это, ну, так скажем так, в основном о латышских предпринимателях, да, такой проект есть. Но у нас, конечно, большая проблема в общественных СМИ, потому что как раз вчера у нас была встреча об этике журналистов, и руководитель службы новостей латвийского телевидения сказала, что у нас, конечно, проблема в том, что если общественное телевидение покажет хороший, хороший, достойный бизнес, хорошее развитие экономическое, то это будет называться коммерцией. Поэтому вот эта ситуация и есть. Лучше рассказывать все, что плохо, а не то, что хорошо. Но я думаю, что это стоит менять, потому что вот как раз вчера мы тоже говорили, что мы очень мало говорим о хороших вещах, достижениях экономических. Вообще о экономике мы говорим очень мало, о тех проблемах, которые у нас есть по разным причинам. Так что я думаю, что это тоже еще вопрос, где можно поработать с общественным телевидением. Это хорошая идея, надо подсказать консультативному совету по общественным СМИ, чтобы они это делали. Но если с другой стороны посмотреть, если мы уж договорились о том, что есть некоторая, условно говоря, ангажированность на общественном телевидении, если есть какой-то госзаказ, то почему этот госзаказ проявляется только тогда, когда речь заходит о языке, истории, русских, латышах и так далее, и так далее. Можно пропагандировать, не знаю, здоровый образ жизни, можно пропагандировать, не знаю, демографический рост и так далее, и так далее. Почему настолько узко вот этот вот госзаказ, если уж он есть идеологический, почему он проявляется настолько узко? Это тоже то, что я уже до того говорила, что нет вот этой такой политики по поводу того, что же нужно Что для нас очень важно и чему нам нужно посвятить Вот слушатель говорит, что нужно экономике посвятить Вот может быть надо здоровому образу жизни посвятить Сидит целый консультативный совет при телевидении, сидит при совете Который в принципе должен вот эти желания народа и слушателей и зрителя разработать Но пока у нас этого нет, поэтому очень сложно Еще одна проблема, что вот тоже, что вчера, когда мы встречались с руководителями СМИ Что у нас идет такая интересная ситуация с государственным заказом, например, на разные проекты телевизионные Что деньги дается вот на какой-то конкретный проект Если есть деньги, делается проект А смотреть на страну и развитие в общем, в общем никто не готов И это самое, я тоже считаю, что это самое большое Чтобы финансировать конкретную концепцию, конкретную развитие, ну скажем, общества И в контексте с общественным телевидением Деньги даются на какие-то очень узкие вещи И это неправильно тоже Давайте я зачитаю сообщение, которое мы получили по каналам видеочата И в частности наши радиослушатели пишут Мне кажется, что национальному каналу надо заниматься не пропагандой режима и навязыванием идеологии А объединением народа и воспитанием патриотизма к своей маленькой и красивой стране А не разделяясь по национальной принадлежности Как красиво, сказал А другой наш радиослушатель пишет, что зачем нам общественное телевидение, если это всего лишь один из способов или видов подачи информации Давайте тогда создадим общественный интернет, общественные газеты Давайте в обязательном порядке создадим общественные залы, художественные галереи и так далее И за все это будем брать налоги в обязательном порядке Я сразу запишусь в художники, хотя таковым и являюсь, пишет наш радиослушатель Ну что же, вот такой, наверное, поставим на этих сообщениях точку Бунта Лидака была в нашем эфире на протяжении этого часа Спасибо вам большое Не за что Эфир провели Оксана Антоненко И Вадим Родинович Помогал нам звукорежиссер Евгений Копен Всего доброго и до встречи